Москва, 14 апреля 1961 года. Сегодня на Внуковском аэродроме столицы состоялась торжественная встреча космонавта номер один, майора Гагарина Юрия Алексеевича. На трибуне первой секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, руководители партии и правительства. Рядом с ними на почетных местах самые счастливые сейчас родители на свете, Анна Тимофеевна и Алексей Иванович Гагарин. Здесь же и жена героя Валентина Ивановна, его сестра и братья. Над Внуковом появляется белокрылый гигант Ил-18, окруженный почетным эскортом из семи истребителей. Прямо на борту импровизированная пресс-конференция первого в мире космонавта для советских и иностранных журналистов. Самолет садится и выруливает к вокзалу. Из самолета выходит Юрий Алексеевич Гагарин и направляется к трибуне. Уверенно, как два дня назад из космоса звучит его голос. Товарищ первый секретарь, рад доложить вам, что задание ЦК КПСС выполнено. Первый в истории человечества полет на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля успешно совершен. Чувствую себя отлично. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Никита Сергеевич Рущев, Юрий Гагарин и его жена садятся в голубой открытый ЗИЛ-111, украшенный гирляндами роз. Кортеж машин направляется к Москве. Тысячи людей встречают первого космонавта Земли. Повсюду листовки с портретом Юрия Гагарина со словами «Привета нашему славному современнику» и всем участникам небывалого подвига. Москвичи ликуют. В половине третьего кортеж въезжает на переполненную людьми Красную площадь. На площади раздаются горячие аплодисменты, возгласы «Ура!». Это собравшиеся встречают поднимающихся на трибуну Мавзолея товарищей Брежнева, Косыгина, Микояна, Подгорного, Фурцеву, Хрущева, других руководителей партии и правительства. Вместе с ними герой-космонавт, майор Юрий Гагарин, его родители, жена. Начинается митинг трудящихся города Москвы, посвященный великой всемирно-исторической победе советского народа, успешному осуществлению первого в мире космического полета Юрия Алексеевича Гагарина. Выступая с трибуны Мавзолея Ленина, первый космонавт Земли сказал, «Мы на наших советских космических кораблях будем летать и по более дальним маршрутам. Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в мире совершила этот полет, первой в мире проникла в космос. К этой цели наш народ вела и уверенно ведет наша родная коммунистическая партия». Люди на площади скандируют имя Гагарина, несут портреты человека, еще недавно видевшего из космоса шар Земли и бесконечное небо, густо усыпанное звездами. Но эти тысячи восторженных лиц были самым большим чудом, которое видел за свою жизнь первый космонавт. Ради людей своей страны, ради честных, настоящих людей всей планеты, он совершил путешествие на своем космическом корабле. А вечером в Георгиевском зале Кремля состоялся торжественный прием в честь первого в мире космического полета. На приеме были оглашены указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Юрию Алексеевичу Гагарину звания Героя Советского Союза и звания летчика-космонавта СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев прикрепил к мундиру первого в мире летчика-космонавта Орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Товарищ Брежнев по-отечески обнял и расцеловал героя. В своей ответной речи Юрий Гагарин сказал «Я бесконечно тронут вниманием нашей партии, правительства, всего советского народа, которое оказано мне. Я горжусь этим подвигом, который совершил во славу советского народа. Служу Советскому Союзу!»